Добрый день! Вести Кабардино-Балкария в эфире с событиями дня. Сегодня вас ознакомлю я, Наталья Юсупова. И коротко о главном. В наем по минимуму доходные дома, где аренда квартира обойдется не более 9 тысяч рублей, появится в регионах к концу года. Отрасль в приоритете в инвестпортфеле КБР свыше 80 проектов. Агрария республики подводит итоги. Трамплин к самостоятельности. Центр постинтернатной адаптации сирот создан в Кабардино-Балкарии. Минрегион, федеральные агентства по строительству и ипотечному кредитованию определили, как развивать рынок доступного наемного жилья. Предполагается, что до конца этого года будут запущены пилотные проекты по возведению социальных домов, сообщают сегодня известия. Правда, прежде необходимо внести поправки в законодательство. Первый шаг уже сделан. Проект изменений в жилищный кодекс направлен в Госдуму. Затем, по замыслу авторов документа, начнется массовое строительство таких домов. К 2020 году доля некоммерческого наемного жилья должна составить 10% от всех вводимых квартир. Сдавать его будут по фиксированным ценам – 8-9 тысяч рублей в месяц за стандарт 42 квадрата. Сумма может корректироваться с учетом инфляции, отмечают разработчики. Таких низких цен планируется достичь за счет господдержки. 40% стоимости строительства покроют безвозвратные субсидии из бюджета. Оставшиеся 60% – ипотечный кредит. Земля и подключение к коммуникациям будут бесплатными. Такая модель может быть реализована в любом субъекте. Поскольку стоимость стройматериалов и работ в регионах существенно не различается, можно говорить о единой цене по всей России. Первые доходные дома появятся в Калининградской, Нижегородской областях и Татарстане. Чем больше выпускников вуза попадает на биржу труда, тем меньше эффективность этого учебного заведения. Новые критерии оценки работы высшей школы представлены на заседании Общественного совета при Миноборнауке. Об этом сегодня пишет российская газета. К существующим пяти оценочным пунктам добавляются еще два. Напомню, что в 2012-м мониторинг вузов проводился впервые и для коммерческих учреждений был добровольным. В итоге данные представили лишь 70 из них. Однако уже в этом году вступает в силу закон об образовании в Российской Федерации. И теперь проверка эффективности становится ежегодной и обязательной для всех – государственных, частных и филиалов. Новый критерий трудоустройства выпускников, по словам замминистра образования Александра Климова, появился после консультации с работодателями. Кроме того, из общей массы будут выделены особые группы вузов, у которых будет право заменить один из критериев с учетом собственной специфики. Эти вузы – искусство, спорта, сельскохозяйственные и транспортные. К примеру, для творческих заведений позицию средний балл ЕГЭ можно заменить на результаты сдачи испытаний. Правда, пока вопросов в системе оценки больше, чем ответов. В министерстве отмечают, что до осени критерии еще будут обсуждаться, а затем в России введут первый полноценный мониторинг. Как выработать в республике единую систему для реализации молодежной политики? Ответ на этот вопрос сегодня искали участники круглого стола – молодые парламентарии Кабардино-Балкарии. К чему в результате обсуждения пришли дублеры депутатского корпуса, выяснял Мусаакоков. Как вовлечь новое поколение в управление нашей республикой? Нужна сеть взаимодействия всех молодежных структур, существующих в Кабардино-Балкарии. Такой механизм предлагают участники круглого стола. В пяти муниципалитетах из 13 он уже работает. Главное сейчас, считают парламентарии и дублеры, преемственность и политический ликбез. Молодежь должна видеть разницу между исполнителем и законодательным органом. Это взаимодействие молодежи между собой раз и взаимодействие молодежи с, скажем, со старшим поколением, с теми там руководителями, которые сегодня есть. Баксанские и Прохладинские районы на круглом столе отмечены с положительной стороны, как самые активные. А вот ситуация в других муниципалитетах оставляет желать лучшего. В одном из вопросов Президиума прозвучали нотки сомнений о целесообразности создания общей сети молодежного парламента и опасения, что молодые люди в селах все равно останутся не у дел. Мы для этого и создаем, потому что сегодня молодежь на сельском уровне, на уровне сел, она не отвачена, она не вовлечена. За полемикой молодых внимательно следил спикер республиканского парламента Ануар Чеченов. Он отметил положительные тенденции развития современной молодежи и заявил, что готов помочь и передать накопленный опыт молодому поколению руководителей. Я лично, как председатель парламента, очень верю, надеюсь, что воспитывая именно вот такую молодежь, старшее поколение достойно передасть бразды управления и республикой, и, наверное, другими успехами. Это не последнее обсуждение принципов развития молодежного парламентаризма в Кабарина-Балкарии. Дублеры намерены вернуться к этой теме еще не раз. Муса Акоков, Марат Татруков, Вести Кабарина-Балкария. По данным Федеральной антимонопольной службы, в некоторых регионах России мука к настоящему времени подорожала почти на 50%. Среди таких лидеров в кавычках – Башкортостан, Ивановская и Челябинская области, Хакасия и Кабарина-Балкария. Начиная с четвертого квартала, хлеб в нашей республике подорожал более чем на 28%, приводит цифры ФАС. Повышение эксперты связывают с дефицитом зерна. Максимальный рост розничных цен на пшеничный хлеб отмечен в Ивановской области, сообщают сегодня «Известия». И в продолжении сельскохозяйственной темы. Свыше 80 проектов общей стоимостью более 15 миллиардов рублей. В инвестиционном портфеле республики аграрный сектор сегодня безоговорочно лидирует. Сегодня в Доме правительства состоялась коллегия Минсельхоза Кабардино-Балкарии, на которой подведены итоги работы АПК за прошедший год. Это первое заседание обновленного состава коллегии. Отмечали – сделано много, но еще больше – это задачи на ближайшее время. Об этом в сюжете специального корреспондента Сафара Гириева. Сельское хозяйство – это бренд республики. Этими словами открыл заседание нового состава коллегии Минсельхоза первый вице-премьер Казим Уянаев. Внедрение инновационных технологий, качественный семенной материал, высокопродуктивный спорт, реконструкция имеющихся и строительство новых животноводческих комплексов. Все это в значительной мере результаты господдержки отрасли, отметил Уянаев. Агропромышленный комплекс за последние годы сделал мощный рвок вперед. Сделано много, но необходимо удержать взятую высоту и продолжить динамичное развитие, направленное прежде всего на продовольственную независимость нашей республики и обеспечение населения чистой экологической продукцией. О мерах господдержки говорил в своем отчете и министр сельского хозяйства Альберт Каздохов. 5 миллиардов рублей за последние 4 года. Отдача тоже существенная – 30 миллиардов рублей. На эту сумму произвел продукции агропромышленный комплекс Кабарина Балкарии в 2012 году. А с 2006 года объемы производства выросли почти вдвое. Самые масштабные инвестиции направлены в растение водства. Заложено свыше тысячи гектаров интенсивных садов. Еще 800 планируется ввести в этом году. Еще одно стратегическое направление – тепличное овощеводство, которое развивается и в промышленных масштабах, и в личных подсобных хозяйствах. Здесь рост объемов еще и положительно сказывается на консервной промышленности. В этой сфере республика уже безоговорочно лидирует в Кавказском федеральном округе. 85% произведенных в округе условных банок – наши. Кабарина Балкария успешно прошла конкурсный отбор Министерства хозы России по пяти направлениям. Это строительство современных хранилищ плодов и овощей, развитие мясного скотоводства, развитие молочного скотоводства, развитие овощеводства, в том числе производства и хранения, переработки сахарной кукурузы, увеличение производства сельхозпродукции за счет увеличения миллиардируемых земель. Кроме того, с 2012 года реализуются ведомственные целевые программы по поддержке начинающих фермеров и развитию семейных животноводческих ферм. Наиболее масштабные проекты – птицекомплекс «Югагра» в Зольском и молочно-товарный комплекс АПК при Эльбрусе в Прохладницком районах. Главная задача – увеличение конкурентоспособности АПК всего региона в целом. Идея создания единого сельскохозяйственного бренда «Северный Кавказ» предложена полпредом Александром Хлопонином и уже реализуется с учетом имеющихся в округе уникальных условий для производства экологически чистой продукции. А в Роспотребнадзоре республики сегодня говорили о поддержании санитарно-эпидемиологического благополучия населения и защите прав потребителей. Здесь также подвели годовые итоги. Руководитель управления Клименти Хацуков подробно рассказал о положении дел в ведомстве. В 2012-м снизилось количество инфекционных и кишечных заболеваний. Зато увеличились цифры по ВИЧ и гепатиту С. В минувшем году проводились масштабные исследования по энцефалиту, изучали клещей. Анализ показал, что опасности они не представляли. Кроме того, в 2012-м году в медпункты обратились более 3000 человек, пострадавших от укуса животных. Всем им была оказана помощь, однако есть и проблемы. В районе Челекском по сегодняшний день не создана бригада по отлову бронячих животных, в частности собак. В таких территориях, как в Баксанском, Ельбрусском, Урванском, Лискенских районах эти бригады работают. Вызывает обеспокоенность загазованность воздуха из-за увеличивающегося количества машин. Исследованы почва и вода. Лабораторному анализу были подвергнуты более 2500 проб из различных водоемов. Практически все соответствуют норме. А вот со свалками дело обстоит сложнее. На многих из них нет обслуживающего персонала. До сих пор не решен вопрос с утилизацией ртутьсодержащих энергосберегающих ламп. В минувшем году большая работа была проведена по контролю в сфере кредитования. Составлены административные протоколы на такие банки, как «Русский стандарт», «Ренессанс», «ВТБ-24», «Связной банк». Именно здесь чаще всего нарушались права потребителей. Сегодня 25 юношей и девушек города Нальчика впервые получили паспорт гражданина России. Торжественная церемония вручения прошла в Малом зале администрации города. Началась она вполне традиционно. Молодым людям напомнили о преимуществах обладания паспортом и попросили не забывать об обязанностях, которые наличие этого документа на них налагает. С получением этого документа, документа удостоверяющего личность, вы стали полноправными гражданами Российской Федерации. Не за горами ваше совершеннолетие, достижение 18-летия. И вы сможете уже с этого возраста в полной мере реализовать все, что вам предоставлено Конституцией Российской Федерации. Присутствовали на церемонии родители юных Нальчан. Волновались они ничуть не меньше, чем сами подростки. И сегодня их дети повзрослели. В период, когда мы получаем паспорт и гордо несем такую честь, как гражданин Российской Федерации. Будьте достойны этой чести. В самостоятельной жизни мы часто обращаемся за помощью и поддержкой к нашим родителям и близким. А к кому идти тем, кто с детства обделен теплом родного очага? Центр адаптации выпускников детских домов создан в Кабардино-Балкарии на базе Нартановского интерната. Появился он в рамках нового проекта «России важен каждый ребенок», предложенного единороссом. Тему продолжит Жанна Гуляева. В Нартановском доме-интернате Юлия Сидорова уже давно. Но только последние несколько лет она здесь работает. Бывшая воспитанница по окончании ПИТФАКа КБГУ долго не думала. Вернулась туда, где ей помогли встать на ноги. Теперь она сама – поддержка и опора для мальчишек и девчонок. Все дети, во-первых, приходят уже с раненой, как сказать, психикой. То есть все разные. У них по-разному проходит адаптационный период. То есть кто у кого-то это спокойно проходит, а кто-то это бурно воспринимает. В основном подростки, которые… Вот бывает тяжело или хочется поделиться. Я стараюсь каждого понять, выслушать, потому что это самое главное. Сейчас в интернате более 200 ребят. Только 30 из них – круглые сироты. У остальных родители есть, но воспитывать детей им категорически запрещено законом. Именно здесь подросткам помогают создать пусть и не кровную, но все же семью. Таковых 22. По 7-10 человек каждого. Преподаватель информатики Дмитрий Мамиев сам вырос в одной из них. Говорит, нельзя насильно заставить ребенка учиться, нужно сделать так, чтобы он захотел сам. Если человек что-то знает и умеет, если он сюда придет, вот у нас здесь компьютерные курсы, вождение и так далее. Вот человек что-то умеет, если он придет, он кому-то что-то покажет, чему-то научит. Мне кажется, это даже намного лучше, если он придет сюда с конфеткой, конфетку даст и уйдет. Это проще простого. Давать удочку, а не рыбу – основная концепция воспитания, которой придерживаются в интернате. Общество сегодня все чаще обращает внимание на социальных сирот, но зачастую ограничивается благотворительностью. Выпускник же, выйдя из стены интерната, не знает, как это – жить самостоятельно. Именно для таких ребят здесь создан центр постинтернатной адаптации. Кто-то, наверное, окончил учебное заведение, не может устроиться, у кого-то проблемы с жильем, у кого-то какие-то другие юридические вопросы. У нас есть специалисты с большим опытом работы по этому направлению, и по социальной работе, и по юридически, по психологически, и по всем другим направлениям. Мы можем оказать очень серьезную помощь нашим выпускникам, оказавшимся в такой ситуации. Помощь готова оказать выпускникам интернатов со всей республики, причем не только советом, но и жильем. Консультации дают и по интернету. Создан специальный сайт, куда также можно обращаться за поддержкой. Жанна Гуляева, Наталья Булат, Адмир Сабанчиев, Вести, Кабардино-Балкария. Пока это вся информация. Следующий наш выпуск смотрите в 17.30. Увидимся на телеканале «Россия». Редактор субтитров А.Семкин